Прибой Канаки Туристки, сидевшие в тени деревьев Хау у взморья перед самым отелем Моана, буквально разинули рты, когда Ли Бартон и его жена Ида вышли из купальни. Они продолжали ахать и в то время, когда парочка прошла мимо них по песку. Нельзя сказать, чтобы в Ли Бартоне было что-нибудь заслуживающее аханье. Да и туристки были не из тех женщин, которые готовы были разевать рты при виде мужского тела, затянутого в купальный костюм, какой бы красотой и пышностью мускулов и линий это тело не отличалось. Тем не менее, тренеры с глубоким удовлетворением вздохнули при виде этой физической красоты. Но разумеется, они не стали бы ахать, как эти женщины, аханье которых просто свидетельствовало о глубине их нравственного негодования. Причиной их неодобрительного волнения была Ида Бартон. Они не одобряли ее и самым серьезным образом с первого же мгновения, как увидали. Им казалось, и они добросовестно уверяли себя в этом, будто они шокированы ее купальным костюмом. Но Фрейд уже доказал, что когда дело касается пола, люди склонны искренне подменять одно другим и возмущаться вымышленным так же серьезно, как если бы это было подлинное. А купальный костюм Иды Бартон был очень милый костюм. Из тончайшей, но крепкой черной шерсти, с белыми каймами и белым поясом, он доходил ей до шеи, был короток на руках и короток на ногах. Как ни коротка была юбка, столь же коротки были и панталоны. Между тем, на этом самом взморье, перед фасадом дома, где помещался клуб, входило и выходило из воды десятка два женщин, не вызывавших ни малейших ахов, а между тем одетых куда смелее. Их мужские фуфайки с коротенькими панталонами плотно облегали их. Рукавов совсем не было, подмышки были глубоко вырезаны и свидетельствовали, что их хозяйки вполне привыкли к декольте 1916 года. Стало быть, женщины негодовали вовсе не на костюмы Иды Бартон. Негодование их вызывали даже не ее ноги, а просто вся она, вся эта милая и стройная женская фигурка. Вдовы, матроны и девицы, холившие свои мягкие жирные мускулы или защищавшие свою тепличную окраску кожи в тени деревьев Хау, тотчас же восприняли ее фигуру как некий вызов. Она была угрозой, оскорблением, наносимым избранной ими и с разнообразным успехом в ведомой жизненной игре. Но сказать-то они этого не сказали. Они не позволили себе даже подумать этого. Они думали, что дело в костюме. И так переговаривались между собой, абсолютно не замечая 20 женщин, одетых куда более вызывающе, но не столь опасно прекрасных. Если бы отбросить все примеси, которые закрывали истинную причину неодобрения костюма Иды Бартон в душах этих недовольных женщин, то там оказалась бы ревнивая мысль. «Никакой женщине, прекрасной как эта, нельзя позволять показывать свою красоту». Это было нечестно по отношению к ним. Какие у них были шансы на завоевание мужчин, когда рядом такая опасная соперница? И ведь они были правы, как Стэнли Петерсон. А он сказал своей жене, шедшей рядом с ним по мокрому песку у крохотного пресноводного ручья, который Бартоны переходили вброд, чтобы поскорее добраться до берега, где находился клуб. «Великий бог чудес и моделей! Посмотри, дорогая моя, да ведь такой пары ног у маленькой женщины ты не видала никогда. Посмотри, как они круглые, ведь это ноги мальчика. Я видел бойцов, легких как перышко, именно с такими ногами. И ведь это вполне женские ноги, никакой ошибки на этот счет быть не может. А это уравновешенная полнота тыльной части. Посмотри, как на тыльной стороне линии тонко спускаются к колену. А это колено! У меня просто пальцы зудят. Как жаль, что у меня нет под рукой глины». «Да, это настоящее женское колено», согласилась его жена с не меньшим восторгом. Она, как и ее муж, была скульптор. «Смотри, какие связки шевелятся под кожей! Вот это формы! И, к счастью, не покрытые мешком сало!» И она вздохнула, подумав о своих собственных коленях. «Полная, прекрасная, нежная, восторг! Если я когда-нибудь видела воплощенную прелесть, то вот она!» Стэнли Петерсон с увлечением глядел на Иду, разделяя восторги своей жены. «И ты заметь, что круглые мускульные подушечки, от которых почти у всех женщин колени кажутся искривленными, отсутствуют!» «Это ноги мальчика, крепкие и уверенные!» И в то же время прелестные женские ножки, мягкие и круглые, — поспешила добавить жена. «Смотри, Стэнли, как она идет на подушечках ступней! Она кажется легкой, как лебединый пушок! Каждый шаг она делает, кажется, чуть-чуть над землею, и получается впечатление, что она летит или поднялась и собирается лететь!» Так говорили Стэнли и миссис Петерсон. Ведь они были художники, и глаза у них были совсем не то, что потоки человеческих взглядов, мимо которых Ида Бартон вынуждена была проходить. Не то, что те глаза, которые таились на лана и верандах, и в тени деревьев хау у взморья. Большая часть публики утлигарного клуба состояла не из туристов, приехавших в гости, но и из членов клуба и гавайских старожилов. И даже старожилки ахали. «Положительно неприлично!» — обратилась миссис Генли к своему мужу. «Это была непомерно толстая, 45-летняя Матрона, родившаяся на Гавайских островах и даже не слыхавшая о существовании Остенде. Генли Блэк оглядел бесформенное и широкое, допотопное купальное платье своей жены. Они так давно были женаты, что он мог откровенно высказать свое мнение. «Рядом с костюмом этой незнакомки у тебя самой вид неприличный. Кажется, что твое безобразное платье скрывает какое-нибудь тайное уродство». «Она несет свое тело, как испанская танцовщица», — продолжала миссис Петерсон, обращаясь к мужу. «В самом деле, как верно!» — согласился Стэнли Петерсон. «Она напоминает мне эстрелиту. Торс несколько наклонен вперед, тонкая талия, не слишком тонкая в области желудка и с мускулами, как у боксера. А мускулистая и изогнутая спина, точь-в-точь, как у эстрелиты». «Как ты думаешь, какого она роста?» — спросила жена. «Вот тут можно ошибаться», — с восхищением ответил муж. «Может быть, в ней пять футов один дюйм или пять футов три либо четыре дюйма. Ведь ходит она, чуть-чуть не летит». «Да, в этом вся штука», — согласилась миссис Петерсон. «Кажется, что все ее существо поднялось на кончике пальцев». Стэнли Петерсон, умолкнув, продолжал разглядывать женщину. «Совершенно верно», — объявил он. «Она маленького роста. Я думаю, пять футов два дюйма без обуви. А веса в ней не больше ста восьми или ста десяти или ста пятнадцати фунтов». «Не может в ней быть ста десяти», — с убеждением говорила жена. «А когда она одета, да еще со своей осанкой, бьюсь об заклад, она ни на кого не произведет впечатление крохотной». «Я знаю этот тип женщин», — кивнула жена. «Встречая такую женщину, получаешь впечатление, что она значительно выше среднего роста, а оказывается маленькая. Ну а возраст?» «Об этом предоставляю судить тебе», — отпарировал муж. «Ей может быть двадцать пять, а может и тридцать восемь». Но Стэнли Петерсон самым невежливым образом перестал слушать. «Тут дело не только в ногах», — пылко воскликнул он. «Во всем ее существе. Ты посмотри, какое нежное предплечье. А изгиб линии, идущий к плечу. А этот бицепс, да ведь он живет. Готов об заклад побиться, что она умеет сокращать свои мускулы в изрядный клубок». Никакая женщина, и меньше всего Ида Бартон, не могла не почувствовать эффекта, который она произвела на взморье Вайкики. Это не только не льстило ее самолюбию, но даже раздражало ее. «Ах, эти кошки!» — засмеялась она, обращаясь к мужу. «И подумать, что здесь я родилась почти ровно треть столетия тому назад. Но тогда они не были так назойливы. Может быть, потому, что в то время не было туристов? Подумай, Ли. Вот здесь, на этом взморье, я училась плавать. Мы приезжали с папой на каникулы в конце недели и располагались бивуаком в соломенном шалаше, который стоял там, где сейчас дамам из клуба подают чай. С крыши на нас падали мокрицы, когда мы спали. Все мы ели пойи и опихи, и аку, не носили купальных костюмов и ловили каракатиц. Настоящей дороги в город тогда еще не было. Я помню страшные дожди, которые так заливали берег, что приходилось возвращаться в каное через рифы и порт Гонолулу. — А знаешь, — добавил Ли Бартон, — как раз в те годы юнец, из которого получился я, приезжал сюда гостить на несколько недель. Наверное, я видел тебя на взморье в ту пору. Ты была одной из девчонок, плававших как рыбы. Женщины тогда ездили на лошадях по-мужски, и это было задолго до того, как светские женщины побороли свою застенчивость и научились ездить верхом. Я в то время учился плавать здесь. Может, мы с тобой даже пытались кататься на одной и той же бурунной доске, или же я плескал тебе в лицо горсти воды, а ты мне высовывала в ответ язычок. Прерванный в этом месте далеко не тихим возгласом негодования, исходившим от старой девы, гревшейся на песке в чудовищно некрасивом купальном костюме, Ли Бартон почувствовал, как жена его испуганно прижалась к нему. «Я улыбаюсь от удовольствия», — сказал он ей. «От этой позы у тебя обрисовываются твои бравые плечики». Нужно сказать, Ли Бартон был сверхмужчина, как Ида Бартон была сверхженщина. По крайней мере, так их называли молодые репортеры и тощие критики, которые на скучном фоне своей жизни не могут равнодушно видеть фигуру, возвышающуюся над их горизонтом. Эти скучные люди не допускают, что мужчина или женщина могут подняться выше посредственности или обыденности. Никогда не видев гор, они утверждают, что гор не существует. Никогда не видев звезд, они отрицают существование звезд. Зато все или почти все на взморье прощали Иди Бартон и ее костюм, и ее формы, как только она входила в воду. Положив руку на плечо мужа, с вызовом на смеющемся лице она пробежала с ним несколько шагов, и они, точно единое существо, прыгнули вместе с твердого и влажного песка взморья, описали в воздухе от логу и дугу и погрузились в воду. В Вайкики имеются два прибоя. Большой, бородатый, прибой канаки, ревущий далеко за лесенкой для спуска, и меньший, более тихий, прибой вахине, разбивающийся о самый берег. Здесь очень мелко, и можно сотню и даже несколько сотен футов идти, не попадая на глубокое место. При хорошем внешнем прибое, прибой вахины может подняться до трех или четырех футов, и тогда у самого берега твердое песчаное дно будет находиться на глубине от трех футов под пеной волны. И для того, чтобы нырнуть с берега в эту волну, разбежаться, перевернуться в воздухе так, чтобы пятки были вверху, а голова внизу, и войти в воду головой, на все это требуется знание волны, расчет и большое умение врезаться в неверную глубину бесстрашным красивым нырянием головой вперед. Это красивый, изящный и смелый прием, которому нельзя научиться в один день, и вообще нельзя научиться, без того, чтобы несколько раз не удариться о дно, с риском раздробить себе череп или сломать шею. На этом самом месте, где только что так красиво нырнули Бартоны, за два дня до этого один атлет сломал себе шею. Он не рассчитал подъема волны при боя Вахины. «Профессионалка!» фыркнула миссис Генли своему мужу, увидев проделку Иды Бартон. «Какая-нибудь девица из варьете с бассейнами!» Такими замечаниями обменивались между собой женщины, уютно сидевшие в тени. В своем самообольщении они упивались кастовым различием между женщиной, работающей за хлеб, и ими самими, которые не зарабатывали того, что ели. Это был день сильного прибоя в Вайкике. Даже прибой Вахины был достаточно бурным для хороших пловцов. Но за его пределы, в мужской прибой, прибой Канаки, никто не отваживался плыть. Нельзя сказать, чтобы десятка два или более молодых наездников на бурунных досках не могли рискнуть поплыть туда или боялись сделать это. Но дело в том, что самые крупные лодки опрокидываются, и бурунные доски ломаются под бешенными ударами грохочущих волн. Пловцы могли бы выплыть, ибо человек может взять бурун не по сильной ни лодке, ни бурунной доске. Но они прибыли из Гонолулу в Вайкике не для этого, а для того, чтобы кататься на гребне волны, вылетать из пены торчком во всю длину своего тела и с быстротой лихого коня мчаться на берег. Капитан Каноэ номер девять, член утлегарного клуба, получивший много медалей за плавание на далекую дистанцию, не видел, как Бартоны бросились в воду, и разглядел их уже далеко за последней гирляндой купальщиков, цеплявшихся за спасательные канаты. И с этой минуты, со своей вышки на верхней лане, он не сводил с них глаз. Когда они проплыли мимо стальной купальной лесенки, где развлекалось несколько самых смелых купальщиков, он раздраженно буркнул про себя «Проклятые малахини!» Не обманываясь красивыми взмахами их рук, он знал, что только малахини могут отважиться поплыть в бурный канал за лесенкой. Вот что вызвало досаду в капитане Каноэ. Он сошел на берег, перекинулся там и сям с ловечком и собрал экипаж самых сильных пловцов, после чего вернулся на свою площадку с биноклем. Шесть человек, как будто случайно, отнесли Каноэ номер девять к краю воды, приготовили весла и все, что нужно было для быстрого спасения, и стали небрежно прохаживаться по песку. Они должны были не показывать вида, что готовится что-то необычайное, и только украдкой бросали взгляды на капитана, продолжавшего глядеть в бинокль. Канал образовался из пресноводного ручья. Кораллы не могут жить в пресной воде, и в этот канал постоянно хлистал сильный прибой с моря. Вода не могла оставаться на взморье, и тем не менее, ее каждую минуту гнало на берег напором прибоя. Поэтому вода выливалась в море как бы подводным потоком под бурунами. Даже в канале волны были огромны, но не так страшны, как по обе стороны его. Каноэ или сильный пловец могли отважиться пуститься в канал, но пловцу нужно было быть необычайно сильным, чтобы бороться с течением. Вот почему капитан Каноэ номер девять продолжал бодрствовать и бронить про себя малахини в полной уверенности, что эти малахини заставят его спустить Каноэ номер девять и поплыть к ним на помощь, когда они убедятся, что течение им не под силу. Находясь в их положении, он завернул бы влево к алмазному мысу и вернулся бы на берег на волне прибоя Канаки. Но ведь это он, бронзовый 22-летний Геркулес, белейший, белый, загоревший до цвета красного дерева в лучах субтропического солнца. Линиями своего тела и своими мускулами он очень напоминал изумительного князя Каханамоку. Этот мировой чемпион побил бы его на дистанции в сто ярдов, но на дистанциях, измеряемых милями, он далеко оставил бы за собой чемпиона. Из многих сотен людей, находившихся на берегу, весьма немногие, за исключением капитана и его экипажа, знали, что Бартоны пересекли опасную линию. Все, кто видел, как они бросились в воду, считали, что они присоединились к другим купальщикам на спусковой площадке. Капитан вдруг бросился к перилам веранды, ухватился одной рукой за столб и внимательно стал разглядывать два пятнышка в стекле бинокля. Догадки его оправдались. Эти двое безумцев выплыли из канала в сторону Алмазного мыса и теперь плыли прямо к морю навстречу прибою Канаки. Хуже того, они начали пробиваться через этот самый прибой. Он бросил быстрый взгляд на свое каноэ, и когда его экипаж с виду лениво и небрежно поднялся и занял свои места для спуска каноэ на воду, он произвел мысленный расчет. Прежде чем лодка поравняется с каналом, с мужчиной и женщиной все будет кончено. И если даже допустить, что лодка их нагонит, то как только она попадет в прибой Канаки, ее опрокинет и очень мало шансов на то, чтобы и самый сильный пловец мог спасти человека, разбиваемого ударами огромных бородатых волн. И вот капитан увидел первую волну прибоя Канаки. Огромную, но все же маленькую по сравнению с той, что поднялась за двумя пятнышками, в которых он угадывал пловцов. Потом он увидел, что они бок о бок, погрузив лица в воду и вытянувшись во всю длину на поверхности, заработали ногами, как пропеллерами, а руками стали отмахивать быстрые сожонки, стараясь приблизиться в скорости к догоняющей волне. Когда она их догонит, они станут частью волны и вместе с нею поплывут вперед, вместо того, чтобы остаться позади нее. Таким образом, они приблизятся к берегу не собственными силами, но энергией волны, с которой они сольются воедино. И они так и сделали. «Вот это пловцы!» — одобрительно бормотал про себя капитан Каноэ номер девять. Он не отрывал бинокли от глаз. Хороший пловец мог удержаться на этой волне на протяжении нескольких сот футов. Удастся ли им это? Если они в этом успеют, то можно будет сказать, что они миновали добрую треть опасности, которые так смело пошли навстречу. Но женщина первая сдала, чего он, впрочем, и ожидал. Тело ее не представляло такой большой кроющей поверхности, как тело ее мужа. Пронесшись 70 футов, она опрокинулась, ее потянула вниз, и целые тонны воды обрушились на нее. Супруг последовал за нею, и оба они выплыли позади волны, которую утеряли. Капитан видел, что их нагоняет следующая волна. «Ну, если они вздумают оседлать эту волну, спокойной ночи!» пробормотал он, ибо он знал, что нет такого пловца, который схватился бы с этой волной. Сама, безбородая, она была матерью всех бородатых волн, имела в длину милю, вздымалась из моря далеко за другими, и гребень ее все рос, дорос, пока она не закрыла весь горизонт. Впрочем, ясно было, что и мужчина, и женщина умеют управляться с водою. Теперь они не стали забегать вперед волны. Капитан мысленно захлопал им, увидев, как они повернулись, обратились лицом к волне и стали ожидать ее. Только он один на всем взморье видел эту чудную картину, четко рисовавшуюся в стеклах бинокля. Гребень волны вздымался настоящей стеною. Он все шел вверх и утончался, так что сквозь верхушку прорывались зеленые и синие лучи заходящего солнца. Далее гребень волны переходил в более светлый зеленый цвет и на его глазах превращался в лазурь. Это была лазурь драгоценного камня с бесчисленным множеством розоватых точек и золотых искорок. И, наконец, на самой вершине растущего гребня световая оргия кипения переливающихся радуг. На фоне этой волны мужчина и женщина казались двумя пылинками. Они и были пылинками в этом титаническом столкновении стихийных сил. Сила падения этой волны, уже нависшей над их головами, могла ошеломить мужчину или сломать хрупкие кости женщины. Капитан Каноэ номер девять даже не чувствовал, что он затаил дыхание. Он забыл о мужчине. Он смотрел на женщину. Если она потеряет голову, не сохранит хладнокровие, не рассчитает усилия хоть на мгновение, эта страшная волна швырнет ее на сто футов и превратит в кашу ударом о коралловое дно, на котором ее растерзают мелкие акулы, слишком трусливые, чтобы бросаться на живого человека. Странно, почему они не нырнули вглубь, а стали ожидать самый опасный момент. Он видел, как женщина повернула голову и улыбнулась мужчине, и он в ответ ей повернул свою голову. Над ними нависла волна. Пенистая борода, белая, как снег, местами отливала пурпуром и золотом. Резкий посад, дувший с берега, подхватывал края бороды, сдувал их назад, рассыпал мелкую пену в воздухе, и вот рядом, разделенные шестифутовым расстоянием, они нырнули под верхний завиток волны, уже рассыпавшийся хаосом. Как насекомые исчезают в лепестках пышной гигантской орхидеи, так исчезли и они, и на том месте, где они только что находились, с грохотом рассыпались многие тонны воды. Наконец они показались за волной, которую пронизали вместе, опять сохраняя все то же шестифутовое расстояние между собой. Они быстро поплыли к берегу, ожидая следующей волны, чтобы либо подняться с ней, либо повернуться к ней лицом и прорезать ее. Капитан Каноэ номер девять махнул рукой своему экипажу «Отставить!» Он сел на перила веранды, ощутив вдруг странную усталость и продолжал рассматривать пловцов в свой бинокль. Кто бы они ни были, барматал он, они вовсе не малахини. Совершенно немыслимо, чтобы это были малахини. Не каждый день прибой бывает силен в вайкике. В следующие дни Ида и Ли Бартон продолжали возбуждать негодование туристов, но капитаны утлегарного клуба перестали беспокоиться о пловцах, когда они бросались в воду. Капитаны видели, как эта парочка плавала и исчезала в голубой доли, не возвращаясь в течение многих часов. И капитаны не беспокоились о их возвращении. Они знали, что Бартоны вернутся. Это были не малахини. Они были на языке Гавайских островов, камааина. Мужчины камааина и сорокалетние женщины помнили Ли Бартона с детства. В ту пору он действительно был малахини, а после того, часто наезжая на взморье, он вполне заслужил свой титул камааина. Что касалось Иды Бартон, то молодые Матроны ее возраста, не перестававшие девица, как ей удалось сохранить свою фигуру, встретили ее с распростертыми объятиями и жаркими гавайскими поцелуями. Бабушки приглашали ее на чай в старых садиках забытых домов, которых туристам никогда не приходилось видеть. Не прошло и недели после ее приезда, как престарелая королева Лилио Калани послала за ней и выбронила ее за невнимание. Старухи на прохладных и пахучих верандах беззубыми ртами шамкали ей о дедушке капитане Вильтоне. Он жил раньше их, но его необузданные выходки и подвиги, о которых им рассказывали отцы, старики вспоминали со смаком. О дедушке капитане Вильтоне или Дэвиде Вильтоне или Мастере на все руки, как любовно прозвали его гавайцы тех далеких дней. Этот на все руки мастер, бывший коммерсант на северо-востоке, безбожный и беззаботный шкипер с корабля потерпевшего крушения, однажды стоял на берегу Кайлуа и приветствовал первого миссионера с брига Тадеуш в 1820 году. Через несколько лет после этого он скандальным образом обвенчался с одной из его дочерей, убежав с нею, потом остепенился и долго служил у Камехамехи министром финансов и начальником таможенного управления. Он же был посредником между миссионерами с одной стороны и разношерстным береговым сбродом и гавайскими вождями с другой. Не оставлен был вниманием Ильи Бартон. Среди обедов и завтраков гавайских пирушек луау и ужинов с знаменитой кашей пойи, среди танцев и плавания он отдавал свое время целой толпе белых юнцов старой кахалы, которые начали чувствовать, что у них есть желудки и другие внутренние органы. Они немножко остепенились, меньше бражничали, больше играли в бридж и часто ходили играть в бейсбол. Претендовала на него и старая компания игроков в покер. Они теперь играли на более солидные ставки, пили минеральную воду с апельсиновым соком и не засиживались позднее полуночи. И вот появился в этом вихре удовольствий Сонни Грандисон, уроженец Гавайи. Несмотря на свой молодой сорокалетний возраст, он отказался от предложенного ему места губернатора гавайской территории. Он также встречался с Идой Бартон в Вайкике за четверть века до этого и еще раньше проводил каникулы на ранчо ее отца в Лаконайи. Он принял ее и других малюток пяти-семи лет в свою мальчишескую шайку людоедов охотников за головами или гроза Лаконайи. А еще раньше старое доброе время его дедушка Грандисон и ее дедушка Вильтон вели вместе дела и были политическими единомышленниками. Получив образование в Гарварде Сони Грандисон на некоторое время сделался странствующим ученым и любимцем общества. Прослужив срок на Филиппинах он сопровождал разнообразные экспедиции в Южную Америку в роли официального энтомолога. На 41-м году он еще числился на службе Смитсоновского института и его приятели уверяли, что он больше знает о сахарных клопах, чем специалисты-энтомологи, служившие на опытных плантациях у него и его приятелей сахарных плантаторов. Крупная фигура у себя дома, он был весьма известным представителем Гавайи за границей. Поездившие по свету гавайцы были убеждены, что стоит им где угодно упомянуть, что они из Гавайи, и к ним сейчас же будет обращен вопрос, а вы знаете Сони Грандисона? Короче говоря, это был сын богатого человека, сделавший карьеру. Унаследованный от отца миллион, он превратил в десять миллионов, в то же время затмив щедростью даже его. Но это еще не все. Овдовев десять лет тому назад, не имея детей, он был теперь самым завидным женихом на всей Гавайи. Брюнец с чистыми и крепкими чертами, он был заметной фигурой во всякой группе. Сидеющие виски, оттеняющие его молодую кожу и живые глаза, придавали ему особенно изысканный вид. Несмотря на то, что он был страшно занят, несмотря на многочисленные комитетские заседания, на заседании правлений и политические конференции, он еще находил время быть капитаном Лаканайского клуба для игры в поло и на своем родном острове Лаканайи соперничал вместе с Болдуинами из Мауи в разведении и импортировании пони для игры в поло. Если есть замечательно крепкий и живой мужчина и рядом с ним женщина, и если на сцене появляется другой столь же замечательно крепкий и живой мужчина, то возникает неизбежная трагедия треугольника. Может быть, Сони Грандисон первый осознал положение, хотя не сразу подчинился он влиянию женщины вроде Иды Бартон. Во всяком случае, последним из всех трех заметил в чем дело Ли Бартон. Он со смехом отмахнулся от того, смеяться над чем было невозможно. Он вскоре убедился, что настолько запоздал со своей догадливостью, что половина его гостей обоего пола уже знает правду. Оглядываясь назад, он теперь видел, что с некоторого времени, куда только не приглашали его жену, туда же оказывался приглашенным и Сони Грандисон. Куда отправлялась пара, туда отправлялся и третий. На Кахуку или на Халииву, на Агуиману или на Канеохе, Коралловым Садам или на Мыс Коко, на Ланайи и Купанье почему-то неизменно случалось, что Ида ехала в автомобиле Сони или они вместе ехали в чьем-нибудь другом автомобиле. Танцы, луау, обеды, экскурсии во всем принимала участие эта тройка. Заметив это, Ли Бартон не мог не приметить и нотки веселья, всегда появлявшиеся у Иды Бартон в обществе Сони Грандисона. Не мог он не заметить и ее готовности ехать с ним в одном автомобиле, танцевать с ним или сидеть рядом с ним. Всего удобнее действовал на него сам Сони Грандисон. Лицо этого сорокалетнего силача так же мало умело скрывать его внутренние переживания, как и лицо двадцатилетнего мальчика любовь. Несмотря на все свое самообладание и выдержку сорокалетнего мужчины, он не умел носить маску, и Ли Бартон не мог не прочесть на лице Сони Грандисона того, что он чувствовал. Часто, когда в разговоре Иды с другими женщинами речь заходила о Соне, Ли Бартон слышал от нее самые горячие отзывы о Соне. Она восхищалась его мастерством играть в поло, его советскими успехами, его талантами и знаниями. Что касается настроения и чувств самого Сони, то Бартон не питал по этому поводу ни малейшего сомнения. Дело было ясное. Но а как же Ида, на которой он был женат уже 12 лет и женат по любви? Он знал, что женщина всегда способна носить в себе тайну. Означает ли ее товарищеская искренность с Грандисоном просто продолжение детской дружбы? Или же под нею кроется трепет и возврат чувства еще более сильного, чем то, о котором говорит лицо Сони? Ли Бартон утратил ощущение счастья. 12 лет полного обладания женою доказали ему, что для него она, его единственная женщина во всем мире, и что не родилась еще та, которая могла бы хоть на минуту соперничать с нею в его сердце и в его мыслях. Казалось невозможным, немыслимым самое существование такой женщины, которая смогла бы отвлечь его от нее или затмить ее. застал не не ни 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 Продолжение следует...